Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. За всем этим танковым фестивалем дают леопарды, дают челленджеры, уже дают абрамсы, как объявили американцы. Новость о том, что американцы определились с типом самолета, который они будут передавать украинским ВВС, как-то немножко подзатерялась. Вот сейчас мы с вами об этом и поговорим. О танках я записывал отдельное видео, оно лежит на моем канале, можете его пересмотреть. Я там подробно разобрал преимущества западных танков над российскими, но сегодня мы поговорим о самолетах. Так вот, как мне кажется, учитывая тот факт, что американцы определились с типом машины, с большой долей вероятности можно утверждать, что это будет F-16. Почему? Давайте сейчас немного истории. F-16 находится на вооружении американских ВВС, да в общем и других тоже, с 1978 года. То есть мне тогда было шесть лет, да? Он в строю уже без малого полвека и все это время проявил себя как прекрасная машина. Это многофункциональный легкий истребитель-бомбардировщик. Ну, в общем, ни истребитель, ни бомбардировщиком его называть некорректным. Это многофункциональный самолет, предназначенный для выполнения широчайшего круга задач. В военной авиации вообще пошла такая тенденция, чтобы делать самолеты более универсальными. Поэтому F-16 в состоянии вести воздушный бой, в состоянии наносить удары по наземным целям, там, по надводным целям, в состоянии вести разведку, в общем, способен выполнять практически любые задачи. Чем он хорош, да? Почему вот именно F-16, да? Во-первых, он дешевый. Там порядка восьми с половиной миллионов долларов стоят определенные его модификации. Во-вторых, он массовый. Его произвели в огромных количествах, больше четырех с половиной тысячи, если я не ошибаюсь. И у американцев на хранении находятся сотни таких самолетов, не считая того, что они эксплуатируются в огромном количестве стран по всему миру. Кроме этого, он неприхотливый в обслуживании. Он очень такой, как вот это выразится правильно, ремонтопригодный. У него очень удачное расположение электронных блоков, которые облегчают к ним доступ и, соответственно, облегчает его аэродромное обслуживание. С точки зрения его боевых качеств, он имеет очень хороший обзор из кабины, что облегчает летчику ведение воздушного боя. Это не такой уж важный фичер сейчас, учитывая, что сейчас это в воздухе происходят не так называемые док-файты, да, такая свалка, как во время там, не знаю, Второй мировой. Сейчас идет дальний ракетный бой, но, тем не менее, это тоже черта у него такая присутствует. Кроме этого, он способен нести всю номенклатуру вооружения, ну, практически всю, вплоть до бомб весом в тонну, которыми обладают американские ВВС. А несомненно, что американцы вместе с этим самолетом передадут и необходимый набор вооружений для украинских летчиков. Я сейчас говорю об этом как о свершившейся факте, но мы как бы предполагаем, да, мы пока еще не знаем. Я лишь пытаюсь объяснить, почему вот я выбрал именно F-16, почему мне кажется, что именно эту машину получат украинские ВВС. Надо сказать, что F-16 прошел огромное количество модернизаций, ну, просто гигантское, то есть он все время практически модернизировался. И поэтому та машина, которая поступила на вооружение американских ВВС в 78-м году, и та, которая есть сейчас, это, ну, по сути, два разных самолета. Обратимся к боевому опыту. У него довольно большой боевой опыт. Он применялся и для ударов по наземным целям, и там для воздушных боев, и, в общем, для чего он там только не применялся. И здесь очень полезен израильский опыт, потому что израильский ВВС эксплуатирует этот самолет, ну, с 80-х годов. И провели на нем множество тех же воздушных боев, и имеют 44 подтвержденные победы. Израильские летчики имеют, по-моему, самый большой счет на, счет сбитых самолетов, в основном сирийских, на F-16. Да, они воевали на нем в небе над Ливаном во время Первой Ливанской войны. Они воевали на нем в небе над Сирией, там во время различных инцидентов и так далее. В общем, опыт богатый, и опыт этот показывает, что самолет-то хороший. Поэтому израильские ВВС не собираются снимать его с вооружения. Он по-прежнему эксплуатируется, и идет его боевая эксплуатация. Я напомню один факт, что иракский атомный реактор разбомбили именно F-16. Это была так называемая операция опера, которая вот закрыла навсегда дорогу Саддаму Хусейну к атомной программе, к атомной бомбе, и тем самым избавила Ближний Восток от очень-очень большой угрозы. Сейчас F-16 продолжают использоваться, в том числе и для ударов, например, по Сирии. Вот тот преснопамятный случай, когда россияне обвинили Израиль в том, что они там прикрывались российским самолетом, который сбили сирийские, прошу прощения, зенитчики. Вот там тоже участвовали F-16. Летные качества у него тоже вполне себе достойные. Он однодвигательный. Это, конечно, снижает его живучесть, то есть в случае повреждения двигателя нужно прыгать, самолет лететь дальше не может, в отличие от F-15, у которого два двигателя, например. Но опыт эксплуатации, опять же, показывает, что на самом деле потерь у F-16 было очень мало. General Dynamics, это компания, которая его производит, авиаконцерн, утверждает, что не было ни одного F-16 сбитого в воздушном бою. Ни один из таких самолетов не был потерян в результате вот атаки другого самолета. Там были различные аварии, катастрофы. Ну, без этого в авиации не бывает. Были потери самолетов от огня с земли, отпусков, например, зенитных ракет, но в воздушных боях ни одного F-16, по утверждению General Dynamics, потеряно не было. В израильских ФВС, кстати, вот это совершенно точно, потерь во время воздушных боев точно не было. Есть у него, конечно, определенные недостатки. Он довольно требователен к состоянию взлетно-посадочных полос. Они должны быть как бы чистые и гладкие, скажем так. То есть сажать его на бетон, это не очень хорошая идея. Но я полагаю, что украинцы с этой историей вполне в состоянии справиться. Ну, заасфальтируют, в конце концов, несколько взлетно-посадочных полос. Что касается аэродромного обслуживания, то в Европе, где эксплуатируют эти самолеты, в том числе в Восточной Европе, они есть в Румынии и есть в Польше, накоплен уже довольно большой опыт, которым, я полагаю, и поляки, и румыны охотно поделятся. Более того, эти самолеты в какой-то момент можно даже перегнать ту же Польшу и базировать их там для начала. А потом уже станет понятно, как их использовать уже, собственно, в Украине. В остальном же, ну, еще жаловались там на какое-то слабое шасси, но мне кажется, это как-то вот прям перебор. Значит, слабое шасси. У всех самолетов шасси рассчитано там на определенное количество взлетов, посадок, на определенное техническое обслуживание, регламенты и так далее. Если все это проводить в соответствии с его техническими характеристиками, в соответствии со спецификациями, если по-человечески нормально самолет обслуживать на нормальном, как я сказал, аэродроме, то ничего с ним не будет. Будет летать, как он летает, не знаю, в Израиле или где-нибудь в Колумбии, чем украинцы хуже колумбийцев. Я полагаю, они прекрасно с этой задачей справятся. Во всякого рода интернет дискуссиях, вот я за ними тоже наблюдал, я встречал такое мнение, что, мол, нам такой самолет не годится, потому что у него маленький радиус действия. Все это чушь собачья. С подвесными топливными баками он способен преодолеть 4000 километров. Вот этого вот так хватит для украинских условий, для условий этой войны. Даже если они будут базироваться где-нибудь там на самом западе Украины, им вполне хватит радиуса действия, чтобы работать по целям на фронте, чтобы работать над фронтом и чтобы даже там залетать в глубину территории агрессора. Ну это дело еще такого не самого ближнего будущего, как я полагаю. Вообще вся эта история про то, что вот народ тянулся писать о том, что нам такие самолеты не нужны, нам да подавайте там F-15 последних модификаций, нет нам нужно F-35, нет нам нужно F-22. Ребята, во-первых, дареному конец либо не смотрят. Это первое. А во-вторых, у каждого самолета есть свои особенности. Тот же F-15 он сложнее, он дороже, его тяжелее эксплуатировать, его сложнее эксплуатировать, на нем труднее летать. F-35 и F-22 это самолеты пятого поколения. Такие самолеты Соединенные Штаты передают только ближайшим союзникам и только тем, у кого есть развитая аэродромная инфраструктура. Но это сложные машины, такие летающие компьютеры. А F-22 они вообще никому никогда не передавали и не передадут. Это их вот такое секретное оружие, которым будут пользоваться только американские ВВС, уж точно в обозримом будущем. Даже Израиль когда-то просил F-22, но ему было отказано. Поэтому, в общем, подытоживая то, что я сказал, я полагаю, что это самолет будет F-16. Машина эта очень хорошая, машина эта проверенная в деле, машина эта доведенная практически до идеального состояния, способная применять любое оружие практически по любым целям. И для украинских ВВС это будет просто отличная техника, которую, я полагаю, украинские летчики освоят ничуть не хуже, чем любые другие машины. Спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, поставьте лайк, включите уведомления, подпишитесь на мой канал, поддерживайте канал, помогайте его продвигать. В описании будет ссылка на Patreon. Если захотите, зайдите туда, посмотрите, что это такое. И будем дальше с вами обсуждать события этой войны. И следующее видео будет про Game Changer. Про один фактор, который довольно сильно изменил ее течение. Ну, не буду раскрывать всю интригу. Увидимся скоро. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»